Стражим со Слодином 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Отказ от насилия, терпение, простота, обращение к истинному духовному учителю, чистота. Отказ от насилия, терпение, простота, обращение к истинному, самодисциплину. This section, there are 20 items of knowledge. We are just reading the first verse, so it only goes as far as self-control. Здесь перечислено 20, кажется, качеств. Мы прочитаем только первый стих, и он заканчивается на качестве самодисциплины. I'm going to read the first paragraph after the first quote. Should I read the translation? Yeah. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 6. 7. 7. 8. 9. 9. 10. 9. 9. 10. 10. 12. 10. 12. 13. 14. 14. не сумел достичь уровня трансменного служения Господу, все остальные девятнадцать составляющих процесса познания практически обесцениваются. Но у того, кто преданно служит Господу в полном сознании Кришны, все остальные девятнадцать качеств развиваются сами собой. Как сказано в Шумарх Бхагавадам, «Язьястий Бхагавадхи Кинчана сайварим у нас Тадраса Масады Сурам». У того, кто достиг уровня преданного служения, развиваются все самые лучшие качества, свидетельствующие о том, что он обладает знанием. При этом особенно важную роль играет принцип обращения к духовному учителю, упомянутый в 8-м стихе. Обратиться к духовному учителю должен даже тот, кто уже преданно служит Господу. Трансцендентная жизнь начинается тогда, когда человек принимает руководство истинного духовного учителя. Шрик Кришна, Верховный Речный Бога, говорит здесь со всей этой беременностью, что описанный им процесс познания – истинно верный путь. «Все прочие методы самосознания являются бесполезными в основном, которые выявили. Истинно верный путь. Истинно верный путь. «Все прочие методы самосознания являются бесполезными и фриканские методами. Истинно верный путь». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Нужно запомнить эти два слова, аманит вам, что значит смирение, и адам пить вам, отсутствие чеславия. Шрила Прабхаббада объясняет, что вы не ожидаете почтения в свой адрес. Воспочтение также подчеркивает важность смирения в своей шикшашнике. Мы каждое утро повторяем стихи из шикшашники, но, возможно, мы не продаем большого значения, и не настолько ценим истинный смысл слов содержащихся в шикшашнике. И третий стих в шикшашники представляет особую важность для вашнам. Господь Шрила Прабхаббада говорит, что повторять святовое имя нужно в смиренном состоянии ума. Нужно считать себя ниже травы, соломые, ощущающиеся на дороге. Один должен быть свободен от чувства ложного престижа. И один должен быть готовым отчувствовать весь респект к другим, и не ожидать никакого респекта к другим. И следует всегда быть готовым оказывать почтение другим, и не ожидать никакого почтения к себе. И этот стих еще раз упоминается в читании Чаритамриты, когда Рашиддас Хавирашин с вами говорит, что этот стих нужно нанесать как-то. Мы должны быть готовыми, как бузы и носить на шее, для того, чтобы постоянно молотим. Мы должны зарубить себе на носу, что мы незначительное живое существо. Мы должны быть смиренными, и это чрезвычайно важно. Это основа нашего сознания Кришны. И если у нас нет смирения, это значит, что мы невежественны, это значит, что у нас нет знаний. Воспочитание также говорит, что мы должны быть терпеливы, как дерево. Только взгляните на деревья, сколько всего они терпеливы, жару, холод, ветер, дождь. Они снабжают нас цветами и плодами. Они дают людям возможность покрыться. Люди могут скрывать ветки с деревьев, и деревья святотерпелят. В 10-й песне Шрима Бхагава там также содержится упоминание, когда Кришна восхваляет терпеливость деревьев. Насколько они терпеливы, и насколько при этом они служат во всем стадиям. И именно такового должно быть настроение Ваишнама. Конечно, Шрима Бхагава часто говорил, что мы только пытаемся стать Ваишнамами, мы еще не Ваишнамы. It's not just, oh, I've taken initiation, I know Ваишнамы. No, we have to acquire the qualities of the Ваишнамы. Если вы получили инициацию, это еще не значит, что вы автоматический Ваишнам. Мы должны еще приобрести качество Ваишнамы. И самое первое качество Ваишнама, которое здесь перечислено, это смирение и отсутствие числами. Даже Майавады, последователи Шанкарачарьи, также предпочитают большую важность этим двух качествам. Последователи Шанкарачарьи также изучают новую гиду и цитируют стихи из нее. И, в частности, обсуждая этот стих, они тоже предпочитают большое излучение этим качествам и, в частности, вот эти первые двумы. So, everyone who is on the spiritual path, anyone who is trying to progress on the spiritual path, it's essential, the good, first of all, we must be humble. Поэтому для любого человека, который идет по духовному пути и пытается достичь в нем прогресса, существенно важно приобрести эти качества. И вы должны быть свиренными не только по отношению к своему духовному учителю, но и по всем живым существам. Конечно, по отношению к своим духовным учителям это естественное испытывание смирение, поскольку вы получаете от них духовное знание. Пранипатэйна. 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 Пранипатэйна means the founder. Just like when we all start coming to the temple, we learn to offer obeisances. Пранипатэйна. Пранипатэйна. Это значит упасть в поклоне. Когда мы приходим в храм, мы тоже предлагаем поклон. Пранипатэйна. 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 Данда. Данда – это означает палка, то есть дандават – это пытается пополнить как палка перед личностью, которую мы выражаем костями. И когда мы предлагаем поклоны, это не только наше физическое дело упускается в поклоны, но также мы должны в этом время выражать почтение и регулировать. И также мы должны произносить какие-то слова, которые мы выражаем почтением. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И предметы, которые собрала вместе с собой Шива Прабхупада, преимущественно были очень молодыми, им было по 20 с невышим лет. То есть Шива Прабхупада не имела никаких temples в Индии, и они были просто путешествовали в разные города вокруг Индии, делали программы. И у Шива Прабхупада на тот момент еще не было много людей, и предметы просто переезжали из города в город и проводили программу в Индии. И это было довольно сложным программом, довольно устойчивым. Они приехали из США, и они приехали в Индию в 1960-х. Индия была очень применена. И для людей, приехавших из Запада в 60-х годах, Индия была крайне аскетичной и примитивной страной, в частности условиях для выживания. Индии — вдруг выстроили... Некоторые люди вообще едва сойти из трапа самолета, и увидев, что вдруг творится в Индии, они просто разворачивались. Они просто не могли поверить, что могли жить среди примитивных условий. И так или иначе эти преданные очень много ездили с Иршимом Прабхатрой по Индии, очень интенсивно проводили эти проповеднические программы, но им было очень тяжело и в тот момент они начали ссориться друг с другом, потому что у себя на местах в Америке они были лидерами своих общин и здесь им приходилось работать, сотрудничать друг с другом. И за каждый элемент этого проекта отвечал определенные требования и им было сложно договориться и в каких-то местах принятия друг с другом. И Шила Прабхата увидел, что происходит и сказал преднам, что вы должны каждое утро приносить поклоны друг другу. Он сказал, что таким образом вы можете нейтрализовать оскорбления, которые вы возможно внести друг другу. Мы знаем, что самым первым оскорблением святого имени является поносить предмет, который посвятили всю свою жизнь на распространение и на сознание пришли. Поэтому если мы говорим какие-то дурные вещи в адрес других предметов, то это очень плохо для нашей духовной жизни. И за любые оскорбления, которые вы нанесли в адрес Бред, мы должны извиниться любыми способами. Если мы обманулись к кому-то, то мы должны подозраться к кому-то, то мы должны подозраться к этому человеку и предложить ему поддону. И затем попросить прощения, сказав, «Если я тебя оскорбил каким-либо образом, то, пожалуйста, прости меня». Такого должно быть смиренное настроение. Мы должны быть готовы оказать почтение другим. Господь читает, говорит, «Ама-нина, ма-на-нина», «Вы должны быть всегда готовы оказать почтение другим и не ожидать почтения в свой адрес». И это требование, лак-чхи ками, «Си-шасикам, киртани-яса-дагари», «When you have that kind of humility, then you can chant more». И Господь Чиртани говорит, что именно это является требованием для постоянного повторения святого имени. Если вы смирены, то вы сможете повторять святого имя дальше. Но поскольку мы не смиренны, мы не хотим выражать почтение другим, а уже из этого следует то, что у нас нет вкуса повторению судьбы и имени. И поэтому самым первым и самым важным качеством для нас является смирение. И насколько мы должны быть смиренны, мы должны считать себя ниже соломы моряющейся на дороге. Это очень важно, постарайтесь это понять. Смирение означает думать о себе по духовной душе. Какого размера духовная душа? Анна, вы знаете? Одна десятитысячная очка волосы. Одна десятитысячная очка волосы. Очень маленькая. Очень маленькая. Это наш размер. Это духовное изменение. Но вы думаете, что я 5'10". Я 5'10". Хорошо, я 2 метра. Но мы думаем, что мой рост 2 метра. Мы думаем, что я большой, я высокий. Мы думаем о себе это хотели. И наше эго тоже относится к нашему телу. Но когда нас приобретает истинное эго, то мы понимаем свой истинный размер. И наш истинный духовный размер, это одна сотая, одной сотой кончика волосы. Поэтому Господь Чейтанья говорит, что вы ниже самокупоряющейся на дороге. И пока мы находимся в телесной концепции, мы не будем справедливы. И если вы в телесной концепции, то вы ненавидимы. А если вы находитесь в телесной концепции, это значит, что вы невежественный и вы грубец. У вас нет знания. Знания начинаются тогда, когда вы становитесь смиренными. И выражаете свое почтение другим. Мы не думаем, что он не двадцать моего почтения. Мы не думаем, что он уже горячей лучше, чем beings. Мы не про кого не думаем, что он не достоин моего почтения. Мы про всем думаем, что этот человек лучше меня. Наратам Даштакур поет в песне, которую мы только что пели вечером, Шри Кришна Четанин Прокудая Корама, он говорит, что нет никого более падшего, чем я, поэтому, пожалуйста, спасите меня первым. Господа Четанин называет Патита Павана, он пришел, чтобы спасти вашей души. И преданный будет думать о себе, что я очень падший. И преданный будет молиться, Господи Четанин, пожалуйста, будь милостив ко мне. Один преданный сказал Шри Кришна Четанин Прокудая, я сам я падший. И Шри Кришна ответил, нет, ты не сам. Ни в чем не сам. Ни в чем не сам. У нас у всех есть определенные концепции о себе, о том, какое положение мы занимаем в обществе, но мы должны быть смиренными. У нас у нас у них... Телефон в Лос-Анджелесе, в Телефон в Лос-Анджелесе, в Шри Кришна. Знаешь, в Телефон в Лос-Анджелесе, они были много devotees, много людей, молодые женщины, молодые женщины. Это был очень вибратор, очень живой, очень людный, там было много мужчин, много женщин. И там же там находились преданные, которые сейчас имеют старшие легенды, например, Вишну-джана и Тамал-кришна. Тамал-кришна-кришна, он был трудом, пытаясь обеспечить храм, что было не легким делом. Но, anyway, Прабхупад wanted to instill humility, and he wanted to instruct him in humility. So he explained, when the prophet was giving class, he explained to all the people, he said, this whole material world is one-fourth compared to the spiritual sky. You know, Vaikuntha and Galoka, that's three parts. The material cosmic, the whole cosmic, material magnetistic is just one portion of it, it's one fourth. And in that one fourth, there are unlimited numbers of planets and universes. And in this one particular universe, there's one tiny planet, Earth. And on this one tiny planet, Earth, there's one tiny country called USA. And in this one tiny country, there are many cities, there are many cities, and there's one city called Los Angeles. And in this Los Angeles city, there are many, many streets, and highways, and housing, and there's one road called White Seca Avenue. So, on this White Seca Avenue, it's a very long, long road, you know, there's a lot of houses, and there's one house in, and there's one house in, and there's one house in. The house number of our discount centers, 3764, just to let you know how long the road is. И чтобы вы понимали, насколько длинная была эта улица, номер вашего дома, центра сознания Тришки, была 3674. И вот в этом центре, который находится в доме номер 3764, находится много предмогов. И здесь сидит один пленник, который думает, что управляет всем творением. И таким образом мы должны понять, насколько мы все незначительны в этом материальном мире. Мы очень незначительны. Если мы уходим сегодня или завтра, то это никто особо и не заметил в этом мире. Если мы оставим тело сегодня или завтра, то никто особо и не заметил в этом мире. И это огромное невежество, гордиться и думать о себе, что я чрезвычайно важен. И когда нам говорят, что это хорошее, мы должны поблагодарить и сказать спасибо Богу. ПО-У ХОМБЛИЯ ПО-У ХОМБЛИЯ Вы помогаете мне быть человеком. Извините, если нам говорят, что это неприятное для нас, то мы тогда благодарим, и говорим, и считаем, что этот человек делает нас смирением. Мы понимаем, что этот человек помогает нам стать смирением. Нам нужны эти уроки, которые учат нас смирением. Это первый элемент знания. Господь Кришна перечисляет его самым первым. Поэтому мы должны понять, насколько это важно. И мы все должны стараться вместе стать смиренными душами в служении Кришны. И это качество смирения восстанавливается везде. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Это цитаты из Библии, и Макраджи говорит, что часто в стиле Библии поскольку он у нас в этой культуре бесстанства. И буддисты также определяют большое значение смирению. И для нас, как и для пленок, является существенной самой сутью стать смирением. И когда люди видят и ощущают это качество смирения, они привлекаются и начинают зомиться знанием Кришны. Но если мы начнём страсть, и начинаем кричать, и ругаться, то ничего для нас в этом хорошего не будет. Так что Кришна Дескавирадж и Чайтанья Чарятин говорит, что держите этот стих, тринадаписани чейна верш, держите его вокруг твоего нога, чтобы напомнить вас, чтобы быть счастливым. Именно поэтому, прежде всего, мы с вами говорим, навязайте этот стих и носите его как гуси вокруг своей шеи, чтобы постоянно помнить о том. И это поможет нам развить сознание Кришны. И это поможет нам развить сознание Кришны. Вопрос следующий. Можно ли узнать смирение по внешним признакам? Потому что кажется, что это качество, оно такое совершенно не банальное, как, например, в виде Хакшел Курбада гуляет сущим трамином возле океана, он не кажется свиренным, не тянуться с пропадиной головой. Вопрос-поминание по нему. Спасибо. Вопрос-поминание. Он очень молод, потому что он очень... Он очень歪, и он может быть очень рад. Он выглядит очень рад. Он выглядит как голову, а ноги, и очень рад. Он выглядит как голову, и плечи, и очень очень... Добро пожаловать на наш канал. Невозможно узнать, смеленный ли человек, только по его походке. Я не думаю, что это такой точный способ определения чьих-то качеств. Прабхупа ходил каждый вечер. Доктор сказал, что свамиди должен идти на прогулку. Потому что доктор сказал, что прабхупа ходил на прогулку. И это было на самом деле предписанием врачей, которые сказали ему, что для здоровья вы должны выходить каждое утро на прогулку. И поэтому он выходил. Наранчан Майораджи сказал, что он должен идти 10 км в 3 дня. Наранчан Майораджи как-то упоминал, что ему нужно ходить каждый день 10 км. И он очень пишется, он подсчитывает сколько шагов каждый день. А когда вы ходите, прогуляете вам нужноести указы на прогулке. То есть что у него нужно идти 40 км. Вы не будут прогуляться очень далеко, если у вас будет вниз. И когда вы ходите и гуляете, вам нужно держать спину прямой, потому что иначе вы там топли и проходите. Но я не думаю, что вам нужно судить кого-то по его походке, по его осанке, поскольку он прямо держится, поскольку, например, кто служил в армии, у них тоже армейская рыбарка, и они ходят и держатся прямо. Если вы попадете в армию, у вас не получится. Милитарь, да, ларчик танец армии. Когда мы выходим на Санкт-Петербург, мы тоже не должны волочиться и вырваться. Мы должны ходить с прямой спиной, руки поднимать, в общем, безлучайно счастливы. То есть, смирение, это не значит «молодчиться», правильно? Вы меня догнали, вы меня уже не забыли. Так что, хумилитарь, я уже с вами не соображаю, скажите сами. Я не могу сказать, я не знаю. Так что, хумилитарь, это не значит, что вы работаете, что вы в армии, в армии, в армии, в армии, в армии, в армии. Смирение – когда мы готовы оказать почтение другим. Смирение – когда мы готовы оказать почтение другим. Какие люди – когда мы выразбываем под другими? Не нужно делить людей на тех, кому я буду выражать почтение, кому я не буду, или я буду выражать почтение всем, кроме этого человека. Это не сознание крыши. Итак, мы должны ко всем относиться к сооружению, и однажды был такой случай, Шел Парупада был на телевидении, и репортор спросил у него, как я могу выражать почтение. Что ему знать преданного к внешним признакам? Шел Парупада сказал, что это не вопрос о том, что у него есть шея, или выражение к доте, или выражение к доте, или выражение к доте. То, почему вы можете узнать преданного, но как вы можете его узнать, преданный всегда будет совершенному джентльному. Преданный всегда будет вежливым, будет показывать хорошее поведение и хорошее мнение. Преданный всегда будет почтительным, дорогим, и во всех своих взаимодействиях выражать, проводять уважение. Это и есть отличительные признаки преданного. Еще вопросы? Еще вопросы? Нет. Спасибо. Гори, Гришна. Спасибо большое за лекцию. Вот такой вопрос. Когда берешь какую-то ответственность в служении, и что-то идет не так, то начинаешь раздражаться. Забываешь уже почтение. Давайте по этому словам. Хорошо. Когда берешь ответственность за какое-то служение, то очень сильно переживаешь, как все пройдет, за исход. И если что-то идет не так, то ты становишься раздражительным и забываешь уже, что перед тобой преданный, что надо выражать почтение. И если что-то не так, то ты становишься раздражительным и забываешь, что нужно дать уважение. Ну вот как вот быть в этой ситуации, то есть скажите, пожалуйста, как вот так брать ответственность, не раздражаться, не переживать и как вот быть? Ну вот. Как вы сейчас приветствовали, как по-английски настоящее Дж 같은데? Как вы сейчас говорите? Да. Как вы сами думаете? Как вы сейчас думаете? Как вы говорите на Yahshualk? И если что-то происходит, то эта человек может быть нервничным, или ненужным, или ненужным, или ненужным. То есть, как мы можем уменьшить это, и как мы можем принимать ответственность, и, в то же время, не терпеть эти эмоции, как ненужные, или ненужные, и не терпеть, что мы должны быть милым, и мы должны показать нашу респект. Но мы должны работать как единственная команда. Вы должны думать, что вы только хирурд, а вы контролируете. Вы должны думать, что мы в областье, и что все происходит через мою силу. Мы должны работать в команде. Мы не должны думать, что именно я тут главный, именно я контролирую, и именно от меня зависит все, как будет происходить. Мы должны работать вместе, и мы должны чувствовать, что мы работаем в команде, что мы часть команды, и тогда все будет происходить проще. Что вы думаете, что мы должны делать? Несмотря на то, что он был неизберимо старше всех остальных, он часто вызывал предков и советовался с ними, и задавал вопросу, как ты считаешь, как нам стоит здесь сделать? Прабхупа был в 70-х, и так много лет, приходил из Бриндавана, и он был очень уважен в Ващгаре. Он спросил этих молодых devotees, которые только в Кришна-консуществе были в небольшом время, но он спросил, что вы думаете, что мы должны делать? Но потому что мы думаем, что мы делаем, что мы делаем, что мы должны делать. Но поскольку мы себя считаем главными действующими лицами, когда что-то идет не так, то мы, естественно, впадаем в нем. Но если мы понимаем, что мы как-то команда, и мы работаем вместе, то мы можем все общаться. Мы можем общаться с другими, и рассчитывать, как мы можем адресить все. Но если мы считаем себя частью команды, тогда нам, естественно, будет думать о том, как мы вместе можем исправить это. И так же мы должны помнить, что вот этот гнев и переживания об этих процессах ничего нам не дадут хорошее. Дрэнда понимает, что что бы ни происходило — это все устроено Кришне. Если Кришна будет угодно, Он подаёт нам весь мир, если же Он захочет, Он сможет забрать у нас всё. Мы просто должны предаться Кришне и помнить, что именно Он контролирует всех, а мы очень ничтожны и поэтому мы должны предаться Ему. Мы говорили о Бали Махаража сегодняшний день, о том, как Бали Махараж потерял всё. Он не получил всё, и всё, и всё. Он взял всё с благословью Бога. Сегодня мы утром обсуждали Бали Махаража и его историю о том, как Кришна забрал всё. И он не впал от этого нерв или ярости, он просто принял это как милость Господа. Но, поскольку мы так привязаны и думаем, что именно мы являемся контролирующими, именно мы совершаем действия до выгодного Господа Кришни. Поэтому нам нужно принять приближающие Господа Кришны. И также принять приближающие Господа Кришны. Помните, что Вы не одиноки, Вы часть команды. Мы все работаем вместе и помогаем друг другу, чтобы распространить послание Кришны. Бали Махараж, благодарю Вас за лекцию. Я хотела попросить о Вас прощение. Я дала ответ, так что я буду работать над качеством характера своего. Не прошло и полдня, как я уже совершила оскорбление старшей преды. Я осознала этот момент и стала просить прощения, принесла поклоны. Но я так оскорбила, что она не приняла мои извинения. И я почувствовала, как я нанесла, в том числе, оскорбление Вам, потому что дала эти ответы. И сейчас чувствую сожаление и раскаяние. Мне хочется, ну, чтобы они, конечно, меня простили, чтобы я могла оставаться с преданными в ядре и продолжая служить. Престите меня, пожалуйста. Престите меня, пожалуйста. О, это очень приятно. Спасибо за ваши добрые работы. Очень хорошо, спасибо большое за то, что вы открыли свое сердце и поделились этими словами. Несмотря на то, что она даже не приняла ваши извинения, все равно старайтесь ей служить. Старайтесь служить движению сознания Кришны. И таким образом, если вы будете продолжать, однажды эта матра же увидит, насколько вы искренне и простит вас. Наберитесь терпением. И вводите в такое твердое состояние убежденности, что вам не следует повторять таких вещей. Вопросы? Угу. Там, где? Там, где? Там есть вопросы на коронавирус. Может ли у вас какие-то вопросы сейчас присидим? Можно одинаково? Можете? Продолжение следует. Подолжение следует. Вопрос по поводу оскорблений. Получается часто затрагиваем мы на каждом утро повторяем то, что мы можем носить какие-то оскорбления. Но в материальном мире, когда мы жили, мы очень часто скопляли для друга и понимания этого самого слова, но поверхностно нету подхода какого-то ответственного к этому слову, и мы предоставим эти скопления и понимаем глубокой сути этого слова. Можете как-то раскрыть его что-то? Мы очень часто говорим о том, что слово «флеск». Но мы все имеем о том, что в материальном мире мы часто используем его в том, что люди, поэтому мы сейчас не имеем глубже понимания о том, что слово «флеск». Could you please explain what it really means to commit an offence? What is the offence itself? Offence. Offence. Offence means to criticize someone based on their body, based on some critical circumstance, like you may criticize someone that they're born in a low-class, or they're born in a low-class family. Or you may criticize them on account of their activities before they became a devotee. Offence. 01ä called. 01ä. 14 10 13 16 16 Или если человек какое-то время занимался доходной практикой, затем припал и отошел до нее, но затем сталкивался доходной практикой. Он снова вернулся к своей духовной практике, а мы притикуем его за вот это временное падение и любые греховные поступки, которые совершал человек в прошлом.